Всем привет! Меня зовут Синьжана. Прочитанное за сентябрь. Прочитанное за сентябрь было нормальным, но в целом, конечно, не то, что я бахнула, я как вспомню свое майское прочитанное или, естественно, отпускное августовское прочитанное. Такое весьма себе скромненькое. Я раздавала определенные долги, я внезапно, наконец, прочитала вторую часть цикла, и у меня, нет, на самом деле, в сентябре случился очень важный, очень большой в эмоциональном плане, наверное, перечит, который я очень давно хотела осуществить. И вот я, наконец, перечитала, и это было настолько невероятно, восхитительно, прекрасно, максимально все эпитеты, что, наверное, можно было вообще больше ничего в сентябре не читать, а просто перечитать эту книгу. Так, традиционно идем по порядку. У меня нет в электронном, да, ничего в этот раз? Да. Нет? Нет. А почему нет? А потому что то, что у меня было прочитано в электронке, пойдет именно в октябрьское чтение. В октябре очень-очень большой замес. Следите за обновлениями, то есть с завтрашнего уже числа начнут выпускать ребята анонсы, мои коллеги. Я запрыгнула в этот вагон уже в самый последний момент, 7 октября, то есть в следующий понедельник мы с вами встретимся, и я уже расскажу, что я во всей этой движухе взялась читать, какие у меня ощущения по этому поводу. Поэтому, да, там уже будет прям октябрь-октябрь и жуткий книжный марафон. Поэтому что-то было в электронке, да, но оно все-таки уйдет именно в этот большой октябрьский проект. А еще, подождите, один глоток кофе спасительный. То, что я читала не для проекта. Ну, во-первых, я раздавала долги по скандинавскому Янкодалту. Помните, что у меня вышел выпуск «Если вам нужен Янкодал здорового человека». И когда я уже готовилась снимать этот выпуск, я внезапно обнаружила, что вообще-то у меня недосдача, в смысле у меня недочит. Мне пришлось в одни выходные срочно дочитывать то, что у меня не было готово. Я, во-первых, дочитала в тот момент, что-то как-то у меня кубинец, как я поняла по всему тексту. Она увлекается очень сильно бас-гитарой. Она увлекается джазом. Она горит джазом. И, в целом, как мы понимаем, ее большой-большой квест в течение этого романа — это не только выжить, пока ее болят в школе, но и поступить в какую-то специализированную гимназию, то есть пойти в старшие классы уже по профобразованию, по-музыкальному. То есть, главный герой романа — мужчина, с которым Стефи знакомится, такой уже пожилой, в доме престарелых живет, так случайно совпадает, что она слышит из его окон звуки джаза. Они разговорились, и в итоге он оказывается для нее тем самым важным наставником, потому что, конечно, в музыкальном плане учитель в школе ее не совсем удовлетворяет, и у нее проблемы с этим. Ей не хватает наставника, и было очень любопытно понаблюдать, как этот Альвар еще и дает некие технические, может быть, моменты преподает Стефи. Я говорю о том, что это музыкальный роман, но вы ни в коем случае не думаете, что он переполнен какими-то супермузыкальными терминами. Здесь есть немного этого момента, но в достаточном количестве, чтобы не перегрузить книгу и чтобы показать какие-то стороны игры Стефи на бас-гитаре для интереса читателя, добавить вот эту изюминку. Не слишком много, то есть в этом плане здесь вообще все суперотлично. Вот этот Альвар образует вторую линию книги, когда мы флешбекаемся в сороковые годы, Стокгольм военный. Альвар прибывает туда, к тетушке. Оказывается, втянут в мир джаза столицы Швеции в сороковые годы. Молодой юноша, 18, что ли, или 18, первая любовь, дружба с человеком, это зависть в профессиональном плане, то, как он внезапно обретает связи, попадает в очень довольно высокий профессиональный мир джаза сороковых, как он приобретает вес, несмотря на свою молодость, как музыкант. То есть мы видим, что на самом деле он довольно талантлив, и этот талант видят, и этот талант развивается. Это как бы военный Стокгольм, но абсолютно полностью разукрашенный музыкой и разукрашенный джазом. Надо признаться, что, читая роман, посвященный джазу, я не фанат джаза. Я, когда слышу джаз или классическую музыку, я, конечно, понимаю, насколько это красиво, важно и так далее. У меня нет совсем такого, что типа фу, не, я такой вообще не слушаю, типа как, не знаю, рэп. Даже, мне кажется, в моей библиотеке музыкальной в плеере есть современные группы, которые используют какие-то джазовые элементы, и мне это тоже очень сильно нравится. Но вот прям погружаться в направление у меня этого нет. Но если вы любите джаз, конечно же, вам нужен этот роман, упоминаются какие-то исполнители. А самое главное, если вы слушаете джаз, то есть разные страны, разные эпохи, вам это все интересно. Здесь упоминается все, что происходило в Швеции. Это тоже способ немного погрузиться, узнать что-то большее о музыке. Но несмотря на то, что я довольно равнодушна к джазу, здесь совершенно восхитительно передана атмосфера игры на бас-гитаре и вообще то, как Стефи любит свой инструмент. Книга наполнена абсолютным, чистым, настолько захватывающим ощущением любви к игре на инструменте, что мне кажется, я после этой книги хотела ее положить и сразу же кинуться, бренчать тоже что-то там на гитаре. А самое главное, это стало последним гвоздем в моем желании купить бас-гитару. Я давно на самом деле об этом думаю, но вот я читала этот роман и думала, все, все, финиш, точно, точно, надо потихонечку идти к этой цели, и надо когда-нибудь, когда-нибудь купить бас-гитару. Но здесь то, как Стефи чувствует бас, то, как ты погружаешься в это ощущение низких нот. Вау, это было очень-очень-очень хорошо, конечно же. Здесь есть немного темы семейных отношений, но самая главная тема, это, конечно же, еще и буллинг в школе. Тут немножечко я бы могла прикопаться, потому что я не совсем поняла причину, а самое главное, я не совсем поняла, почему булит именно Стефи. Она из такой среднестатистической, успешной, полной шведской семьи. Да, она метиска, но симпатичная девочка, наполовину с испанскими корнями внешне. Она вообще нормальная абсолютно, а самое главное, она играет на бас-гитаре. И весь буллинг, который с ней здесь происходит, довольно жесткий. Что касается мужской части романа, эта линия немного раскрывается, но тем не менее, я даже удивлена, что у Стефи здесь нет друзей именно парней, учитывая, что все вокруг знают, что она играет на бас-гитаре. Девочка и бас-гитара стереотипно, но это всегда-всегда популярно. Почему ее буллят, я немного не понимаю. Ну, то есть, она же абсолютно нормальная. Вот этот момент, мне кажется, автор немножечко не дотянуло. С другой стороны, я понимаю, почему тема буллинга здесь вообще была нужна автору, потому что автор рассказывает идею о том, что человек, который абьюзит своего одноклассника, у него тоже есть определенный бэкграунд. И здесь эта тема раскрыта довольно неплохо, как бы такой немного поучительный роман для подростков о том, что всегда для всего есть причины и поводы, и как ты можешь поступить, если ты узнаешь о причинах и поводах. Здесь эта линия довольно интересно заканчивается. То есть, это как бы еще роман о буллинге в школе, тоже очень важный, очень нужный, но для меня это однозначно роман о музыке. Напохнями с моими претензиями к каким-то вообще супер таким, знаете, мелочам чисто, что касается романа, в самом деле, мне бы хотелось больше прокомментировать перевод. Это было местами довольно странно, потому что мне казалось, что редактор должен поправить это. И, например, ну, самое, что мне запомнилось, я абсолютно забыла уже, какое слово использовалось здесь в книге. Я озвучивала это в кружочках в чате для бустеров, когда читала этот роман. У нас есть гитара, и в русскоязычном поле музыкантов принято гриф называть грифом. Ну, то есть, это гриф, это головка грифа, колки, струны, ну, струны, соответственно, с первой, по шестой и так далее. Здесь оставили обозначение, по-моему, то ли нот, то ли струн на западный манер, окей, но гриф здесь называется довольно странным словом. Максимально странным словом! То есть, какая-то то ли шейка, то ли что? Я такая, в смысле, какая шейка? Подождите, что? Здесь есть просто эпизод довольно важный, чтобы ты понимал, что произошло с гитарой. И вот эта шейка, я такая, блин! А потом, когда там все это описывалось, такая, а, так это получается гриф, это гриф. И я такая, ну, блин, камон, серьезно, ребята, вы чего? Ну, это к тому, что если в романе есть какие-то вот эти музыкальные штуки, то было бы здорово их редактировать и оставлять в окончательном варианте тот, который принят в русскоязычном пространстве, как мне кажется. Ну, это, знаете, чисто доебки, которые такое, просто порсуждать, поговорить. А вообще роман невероятно чудесный. Мне кажется, если вы когда-нибудь думали о том, чтобы начать играть на музыкальном инструменте, вы просто читаете эту книгу, и уже завтра вы играете на музыкальном инструменте, или, по крайней мере, срочно, срочно начинаете копить на музыкальный инструмент. Мне кажется, что если, может быть, у вас есть подросток, который сомневается в том, что он хочет ходить в музыкальную школу, пусть он почитает просто эту книгу. Это очень сильно вдохновит продолжать. И просто книга о том, что если у вас все плохо в жизни, играйте на музыкальных инструментах, и вам действительно будет легче. Это я вам подтверждаю на собственном опыте. Дальше из скандинавского Энкодалта, из моего долга, я читала Канни Мюллер. Поздравляю, желаю счастья. О, это была такая странная книга. Я... Ну, странная в хорошем смысле. Причем, когда я взялась ее читать, я получила комментарий, что книга чудесная. О, супер, классно, отлично, читаем. А потом, когда я закончила читать, я поняла, что я имела все в виду. Я даже не знаю, как ее описывать, потому что ощущения от нее такие необычные. И в то же время это было так хорошо, просто настоящее действительно счастье. У нас Элли, опять 15-летняя девочка, которая сталкивается внезапно с тем, что ее семейный корабль идет ко дну. Родители как будто бы хотят разводиться, и как будто бы там какой-то конфликт, который происходит на глазах у Элли и ее старшей сестры Лу. В связи с этим у старшей сестры Лу возникают проблемы с головой, и Лу попадает в психиатрическую клинику. То есть настолько все серьезно оказывается. И Элли даже на протяжении всего романа ходит к ней в эту лечебницу, ее навещает. Ну и эта линия тоже движется к чему-то. Мы увидим, к чему там Лу в конце придет. Потому что, конечно же, эта книга о том, как эта семья справляется со всем тем, что на нее навалилось. Если отринуть вот это невероятное ощущение счастья от этой книги, несмотря на все то, что здесь происходит, ты как бы понимаешь, что происходят здесь довольно серьезные вещи. Родители недопоняли друг друга. У родителей этот внезапный нарыв, который очень сильно сказывается на хрупком состоянии их детей. Отец в результате приходит, вообще творит какую-то чушь, спит в ванной, накрываясь полотенцами. Вот старшая сестра в психиатрической клинике. А мать, она не творит что-то настолько странное, но тем не менее, она просто каждый раз приходит после работы. Она максимально замученная жизнью, и все, на что ее хватает, на бокал виски. Как я ее понимаю? Элли оказывается в смысле, простите, что, у нас была нормальная семья, но что-то пошло не так. Нормальность Элли тоже можно поставить под вопросом, потому что она знакомится с чуваком в парке. Чувак в первый момент, когда Элли его видит, ведет себя максимально странно. Очень. Выглядел тоже психом. Но он очень нравится Элли внезапно, и как-то вот так завязывается, что еще и Элли сталкивается, помимо всего семейного, Элли сталкивается с первой влюбленностью, и это было так хорошо. Боже мой, боже мой, как это было хорошо. Ой, замечательная книга. Элли потом знакомится с тетушкой этого парня. Господи, как его здесь зовут? Ругер? Да, Ругер. И на самом деле аннотация врет. Аннотация говорит о том, что пришел Ругер и все поправил, но на самом деле это не так. Линия семьи, она довольно самостоятельная от линии увлеченности Ругером у Элли. Они пересекаются в какой-то момент и движутся вместе, но на самом деле до этого семья пыталась жить и справляться без его помощи. Это не он здесь такой главный. Пришел волшебник, взмахнул волшебной палочкой, и все стало суперклассно. То, как семья справляется, наверное, здесь, конечно, тоже чудесно показано. То, как они в итоге встречаются за ужинами, как мать с отцом обсуждают эти проблемы. Какие-то такие мелочи. Мне не хочется говорить банальные слова, типа теплая книга, уютная книга. Это не так, потому что это тот самый идеал скандинавского Ян Кадалта. Вот это действительно идеальный скандинавский Ян Кадалт, показывающий то, как они умеют быть про сентиментальность, и про эмоции, и про чувствительность, совершенно тебя не нагружая этим, и в результате ты так сильно этим преисполняешься. Конечно же, ой, мне сразу хочется пнуть Бакмана. Вот то, насколько, если вы, как я, понимаете, насколько Бакман манипулятор и вообще дешманский все это сделано, вот это на том самом противоположном, максимально далеком конце. То, что автор использует настолько странные ситуации, как будто бы еще больше помогает Роману не быть таким банальным, опять же, не манипулировать тобой. Когда ты заканчиваешь читать, и вообще в течение всего того, что здесь происходит, тебе ощущение, что это какая-то, я не знаю, это не магический реализм. То есть здесь нет ничего волшебного, это прям все суперреально. Хотя, кстати, мне эта магия напомнила Джона Ирвинга, потому что у него же тоже происходит всякая дичь, но она настолько реальна, что ты понимаешь, что в жизни этот абсурд, он возможен. И вот, наверное, эта книга такая же. Но самое главное, когда ты заканчиваешь читать, ты просто преисполняешься с этим ощущением счастья. Я подумала, что, наверное, я бы не хотела возвращаться в свою юность, но эта книга как раз про то, что если у вас был очень плохой подростковый возраст, и вы не хотите туда возвращаться, но вы прочитываете этот роман и понимаете, что вы как будто вернулись туда, но как будто бы у вас все было супер кайфово, и вы снова это испытали. Как будто бы вас пересадили туда, в то место, в те воспоминания, которых у вас не может быть, но как будто бы они у вас есть, появились. Короче, я не знаю, как еще это описать, это самый лучший Ян Кадал. Просто, это было, это было очень хорошо. Короче, Каня Мюльнер, поздравляю, желаю счастья. Пожалуйста, поищите, почитайте обязательно. И я прочитала вот то, что я в выпуске про скандинавский Ян Кадал показывала, что это больше, наверное, уже для студентов. Юхана Фрита, Нора или Гори, Осла Гори. О, как у меня горело. Как у меня горело. Я помню, что я даже писала кружочки в чатик для бустеров, потому что в какой-то момент вот те самые странные скандинавы. У нас главная героиня Юхана шведка, которая встречается с бойфрендом из Дании. И это одна из основных тем этого романа, что на самом деле, хоть мы и говорим, ну как бы, что я начала учить норвежский, о, а я начала учить шведский. Когда-нибудь мы будем разговаривать и даже немного понимать друг друга. И вот этот роман про то, что на самом деле нет. Понимать вы друг друга не будете. Ну, либо будете, но все равно будет это ощущение разницы культуры, языка. И несмотря на то, что если мы говорим прям чистые скандинавы, а не скандинавы в плане культурной области, включая уже Исландию, Финляндию, Ферреры и так далее, вот именно датчане навешатся с шведы, они разные. И вот здесь очень круто это показано. Это то, как Юхана переживает, во-первых, изучение нового языка, отдавая дань своим отношениям и показывает, что изучение языка, нового языка в отношениях, это на самом деле очень большой вклад, такой большой жест. Это была очень интересная мысль. То, как она сталкивается с вот этим национальным ощущением датчан в поведении родителей ее молодого человека или даже в том, как он себя ведет. В общем, здесь есть эта тема. Вторая большая тема и, конечно, вот самое-самое главное, это ревность. И это было очень интересно. Дело в том, что Юханна, перед тем, как они едут на какие-то праздники в Данию к родителям ее молодого человека, я забыла просто, как его зовут, она видит кроме глаза сообщения от бывшей. По-моему, его зовут Эмиль. Она видит какие-то сообщения всплывшие бывшей Эмиля, спрашивает, что такое, и оказывается, что когда они едут в Данию, он собирается с ней встретиться, пересечься, а это бывшая норвежка. И у нас как бы идет вот этот треугольник, да, шведка, норвежка и датчанин. И Юханна начинает переживать по этому поводу разные эмоции, типа, почему ты с ней встречаешься, я как бы не хочу, чтобы ты с ней встречался, но почему я не могу с ней встретиться, у нас же ничего нет, ты переступаешь через мои границы свободного человека, вот равноправие, все дела, в общем, интересная тема. И для меня это было еще немного как бы неожиданно интересно, потому что вот эта тема такой ревности, я на самом деле довольно часто с ней сталкивалась в манге, в Сёде, вот в этой романтической манге, где обязательно среди всех моментов, которые должна прописать автор, скорее всего, обязательно будет какая-нибудь сцена, где герой отыгрывает эту труп ревности. Когда ты читаешь мангу, там всегда по этому поводу очень много комментариев, очень много отношений людей, а когда ты читаешь именно этот роман, ты начинаешь задумываться вообще о том, насколько все это сложно, и есть ли из этого, как там психологи говорят, экологически чистый подход, экологически чистое, правильное поведение, как правильно выстраивать себя в этой ситуации, не вестись на эмоции, короче, очень интересно, это было прям супер кайфово. Потом книга, ну, она скандинавская, такая, для продвинутых, начинает набирать обороты, и мы видим, как Йоханна сходит с ума буквально, и как она уже мониторит эту норвежку, как она мониторит мать норвежки, где она уже в постели со своим молодым человеком, и комментирует ему уже социальные сети матери этой бывшей, короче, там просто крыша отъезжает со скоростью, и я орала буквально, когда я это читала, когда ты читаешь, ты такой просто, что происходит? ханит, но появляется еще одна тема в этой книге эндометриоз, женская болезнь, ее здесь довольно много, мне кажется, она, конечно, здесь нужна и важна, не только как повод поговорить об этом, но еще и то, что это очень круто оттеняет состояние Йохана, то есть, почему у нее едет крыша, еще потому, что у нее как бы накладывается вот эта вот ситуация, когда ты довольно серьезно болен, у тебя еще и даже операция, и тебя просто расшатывает в эмоциональном плане, но из-за чего я все-таки поставила, по-моему, 4 из 5, а не 5 из 5, хотя роман классный, и это то, что эндометриоза под конец стала чуть как будто бы больше, чем вот этой ревности, а мне бы хотелось, чтобы ревности было больше, эндометриоз выступал именно как таким неким фоном, подпитывающим Йохан, чуть-чуть баланс был нарушен, и мне бы хотелось, конечно же, чтобы ревность была вот до конца выведена до самого финала, как самая главная тема этой книги, но это как раз роман, который, если вам интересна эта тема, будет классно подумать, потому что автор заставляет читателя быть честным самим с собой, и подумать о том, что, а что бы ты честно сказал все-таки вот в подобной ситуации, это было хорошо, это был интересный опыт, может, даже кто-то узнает что-то новое о себе, тут у меня лежит дальше манга, у меня было большое прочтение манги, я помню, параллельно, и мне хотелось что-то такое супербыстрое, небольшое, и у меня как раз стояло в бумаге, а я стараюсь все, что у меня в бумаге, прочитать, а у меня все и прочитано, кроме Бека, но я буду его читать, когда он полностью выйдет, и кроме Магической битвы, потому что ее я читаю, когда мне совсем плохо, вот, я вообще не вывожу, я просто прикладываю этот подорожник к своей душе в виде одной книги, и я в итоге прочитала вот эту прелесть, «Алый фруктовый взрыв», первый тон, я вот поближе покажу обложечки, потому что на самом деле магия этой истории, что даже на обложках есть какая-то самостоятельная история, и она имеет свой финал, еще здесь очень замечательная рисовка, мне она здесь очень понравилась, двухтомник рассказов о любви, я-то думала, я покупала, что это будет такая сёдья, что я почитаю всякие романтики, как бы прикольно, отвлекусь, но на самом деле здесь все гораздо менее банально получилось, любовь в абсолютно разных проявлениях, фанатская любовь, ну понятно, романтическая любовь, дружеская любовь, любовь к жизни, любовь к делу, когда ты вдохновлен кем-то, то есть абсолютно разные проявления этого чувства, конечно этим этот двухтомник очень-очень ценен, здесь есть истории прям совсем коротенькие, буквально на 5 страниц, есть истории, которые ну чуть побольше, имеют какое-то развитие, и мне безумно понравилось, что у этих как бы больших историй в конце есть эпилог, то есть в конце второго тома есть эпилог, когда все рассказы заканчиваются, и автор нам показывает, чем заканчивается вот эта история, вот эта история, вот эта история, и это было очень-очень мило, и собственно да, у нас заканчивается даже то, что происходит на обложках, отдельный, еще отдельный рассказ, и это было очень-очень прикольно сделано. Я бы, на самом деле, с удовольствием почитала бы от нее что-нибудь полноценное, большое, если не совсем, знаете, там на 23 тома, то хотя бы на томов не знаю, там 9, 10, 13, то есть что-нибудь вот такое прям большое. Но, к сожалению, насколько я поняла, в доступе, по крайней мере, на русском пространстве, есть тоже только ее короткометражки. Эх, вот было бы круто, если бы издатель развел автора, автор, кстати, у нас нацу кот Кахаши, издатель заставил ее сделать что-то очень-очень большое, потому что она неплохая в истории, истории-то классные, и она неплохо здесь показывает разные тропы, даже если мы берем какую-то классическую такую сёдью-мангу, я бы с удовольствием почитала, что это большое, но есть только маленькое. Но маленькие вещи я тоже ее поищу и тоже обязательно прочту, это было замечательно, то есть в качестве такого небольшого перерыва это было очень хорошо. И как же мне очень нравятся вот эти вот издания в мягких обложках. Что еще было в сентябре? В сентябре, как я сказала, в начале я прочитала продолжение цикла. Это Урсула Легуин, волшебник земноморья. Я прочитала, и я традиционно забыла название, сейчас я посмотрю содержание, гробницы Атуана. О мой Бог, О мой Бог, Легуин, волшебница, я буду, естественно, дальше дочитывать этот сборник, дочитываю я его в абсолютно медленном темпе, то есть я такая в какой-то момент просыпаюсь и в выходные думаю, что сегодня день, когда я возьму продолжение Легуин. Вот примерно в таком духе. Но я не знала, чего ждать, я слышала мнение, что на самом деле этот цикл лучше бы читать по порядку и вообще полностью, что не нужно читать какие-то отдельные романы. С другой стороны, я прочитала вот гробницы Атуана, и, как мне кажется, Легуин довольно неплохо сделала, что если ты не прочитал первый том, то второй ты можешь прочесть по-прежнему с удовольствием. Да, ты, возможно, какие-то отсылочки не поймешь, но как самостоятельная история это тоже может играть, как мне кажется. Просто если ты читал первый том, для тебя это будет сложно. С первой частью немного начнешь дополнять всю эту большую вселенную. Что у нас происходит во второй части? А в второй части Легуин такая «Я гениальна». Ну, естественно, она гениальна. Я просто не буду брать главного героя, которого ты уже полюбил за первую часть. И я возьму мир, с которым ты вообще не знаком, и буду писать вообще о другом. Там серьезная заявлена тема в этом романе «Громница Атуана». Я возьму атмосферу совершенно отличную от первой части, потому что первая часть показалась мне очень насыщенной водой. То есть там Геджи постоянно перемещается по воде между этими островами. И Легуин вообще напрочь все это выкидывает и пишет вторую часть вообще о другом. То есть ты довольно долгое время, до почти конца, когда наша главная героиня, Тенар, или как ее там звать, встречается уже с Гедом. То есть он появляется, конечно, он появляется в конце и начинает связываться история с первой частью. Но до этого момента ты вообще в полном отрыве от первой части. И это было здорово. Это ни в коем случае как бы не выглядит очень странно. Наоборот, это было действительно смело. Самое главное, что Легуин идеально это сделала. Дальше, что она делает, она берет героиню. То есть если у нас был мужчина-герой в первой части, здесь у нас женщина. Я очень люблю теперь женщин-Легуин. То есть изначально я и в Лавине видела в этом ритейлинге римском, что Легуин потрясающе пишет женские образы. Но здесь я прочитала «Громница Атуана» и подумала, что да, Легуин потрясающе пишет женщин. Что по сюжету? У нас есть часть вот этой всей территории островов. Место, насыщенное песком, каким-то отсутствием ощущения воды, наверное. Там есть культ. Вообще этот роман про секту, так-то на секундочку. То есть у нас есть культ императора, есть жрецы, посвященные этому культу, и есть культ древних божеств. Культ древних божеств у нас осуществляет самая главная жрица. И когда она умирает, ищут детей, родившиеся в момент смерти жрицы, и считается, что она как бы перерождается в этом ребенке. И в пять лет этого ребенка забирают полностью в этот город-храм. Он там воспитывается, он готовится к своей функции жрицы, и вот у нас тенар становится вот такой вот жрицей. В течение от ее детства и заканчивая сформированным юношеским возрастом, когда она начинает открывать для себя новые горизонты. Но все это время это все вот в этом абсолютно закрытом пространстве культа. Мне показалось, что Легуин, очень правильно сделав это, естественно, то есть можно сделать это плохо, можно сделать это хорошо, она сделала это, естественно, очень хорошо. Она очень сильно как будто бы вдохновилась Дюной. Я читала Дюну четыре книги, после четвертой я сломалась, но первые две, как мне кажется, очень-очень крутые. То есть они крутые в целом все, там дальше начинается слишком много философии, а я и философия, мы на разных континентах. Но первые две еще и насыщены каким-то вот этим ощущением, размышлением доступным для людей, не философов. И вот это ощущение того самого культа, помните, Бенгессорит, или как оно называлось, я уже запыла. Я еще когда читала, думала, о, ничего себе, здесь есть вот этот вот культ, было бы интересно на него взглянуть чуть-чуть изнутри. И когда я читала здесь Горнице Атуана, мне показалось, что как будто бы Легуин как раз этим вдохновилась, рассуждает примерно на эту же тему, и у нас действительно вот этот культ женский. Мы видим Тенар в окружении ее наставниц, мы видим Тенар ее общение с ее дядькой, в кавычках, ну, то есть нянька, дядька, Евнух, он тоже там сыграет потом свою роль, и мы видим девочку, которая растет абсолютно не зная ничего вокруг, в мире растет сугубо в сектантских условиях. И это как бы такая подводная тема, которая скрывается за всем этим фэнтезийным миром, как мне кажется, потому что когда ты дочитываешься такой, а, это роман про секту, ты такой, о, очень интересно, потому что то, с какой легкостью Тенар там оперирует установками, которые у нее есть, потому что она в этом выросла, она ничего больше не знает, а ты-то понимаешь, что мир большой, и даже он большой в рамках этой вселенной, и то, что делает Тенар, это довольно странно и стремно, умная, это было очень хорошо, так что, если вы любите тему секты, но вам хочется прям фэнтези попробовать, попробуйте Горобница Атуана. И очень криповая атмосфера, на самом деле, это очень страшная книга, она довольно хуарная, этот культ, который создает Легуин, он на основе каких-то древних существ, божеств, не знаю чего, духов, не духов, и там есть как бы подземный храм, который вот наполнен всем этим, и часть событий происходит в этих помещениях, в этой атмосфере, и это было охренительно страшно, охренительно стрёмно, это было прямо очень мрачно, очень темно, и учитывая, что, когда наш Тенар ходит там и обитается в этих коридорах, там темно, там нет света, оно делает всё на ощупь, и это так выписано, боже мой, короче, это было огонь, огонь, это было лучше даже, чем первая часть, лучше, чем первая часть, в том смысле, что это дополнило первую часть, её не повторило, это иная вообще история, путь героини, здесь, конечно, весь смысл от Тенар в том, что она обретает снова своё имя, и выходит, вот, выходит, наконец-то, из всего того, что в неё вбили, и даже вот этот момент, короче, очень красиво кончается, и мне очень интересно посмотреть теперь, что будет с третьей книгой, насколько она будет похожа, не похожа, я пока не знаю, это будет очень интересный опыт, ну и то, как пишет Легуин, при том, что в романе, казалось бы, ничего не происходит, действительно, вся самая движуха, она больше идёт к концу, мне всё время хотелось идти и почитать, мне всё время хотелось пойти вернуться и почитать, что там, что там в Стенаре происходит, что там вообще происходит, мне было непонятно, и это было безумно интересно, поэтому, это прям большая любовь, всё, я вот даже уже поставила закладочку на другой роман, следующий роман на последнем берегу, и последнее, о мой бог, о мой бог, это был спонтанный перечит, и одновременно не спонтанный, ну, в общем, как все мои перечиты, и многие прочтения, потому что, конечно же, я давно смотрела на эту книгу, она ещё у меня всегда лежит так, что я её вижу, я очень давно хотела перечитать в целом этого автора, потому что я читала его 9 лет назад, когда я была ещё довольно юна, и мне хотелось попробовать и понять, зайдёт ли он мне сейчас, и вообще, как у меня будут мои отношения с этой литературой, несмотря на то, что я очень сильно её любила в юности, но я взяла на перечит, ещё и потому что это всплыло в нашем чате бусеров, как-то вот слово за слово, тут упомянули, там упомянули, я такая, а у меня тоже есть, и мне, а, мне нужна была ещё книга, которая очень небольшая, которую я могла бы прочитать буквально за утром, перед выходом на работу, что-нибудь такое очень отличное от всего для жуткого книжного марафона, и поэтому мне хотелось, мне хотелось переключиться, и вот, собственно, я восхитительно переключилась, и я перечитала «На Аверский лес» с Харуки Мараками. Я, на самом деле, читала у него не всё в своё время, я читала у него, по-моему, пять или шесть романов, и я в тот момент не читала у него самое вот это популярное, это 1Q84, и следующая моя цель, это, собственно, купить 1Q84, вот я сегодня снимаю выпуск, и должна сходить поискать эту книгу по кинистическому чатике с бустерами, мы как-то вот, как-то вот мы потихоньку подтянулись, что, во-первых, там все люди срочно перечитывают, читают, а я когда не делала какие-то конкретные выпуски на романы, всё остальное прочитанное, прямо эмоции, эмоции, я скидываю в чат бустеров, и вот там внезапно такие совместные чтения, я бы назвала это флешмоб по чтению «Норвежского леса», поэтому присоединяйтесь, если что, и если вам хочется, да, 1Q84, то тоже присоединяйтесь к нам в чат бустеров, я когда буду читать, я буду комментировать, скорее всего, тоже накидывать кружочки, я не думаю, что я буду делать выпуски на мураками, я, скорее всего, просто буду читать в себя, потому что мне хочется его читать как-то вот тихо, да, я думаю, когда я скидаюсь с жутким книжным марафоном, я читаю Лакснеса, у меня он всё ещё есть в планах, я всё ещё должна его обязательно до декабря успеть, я буду читать 1Q84. А что касается норвежского леса, сюжет, у нас есть мужчина, который приземляется в Германии и внезапно слышит песню норвежский лес «Битлз», и его флэшбекает, его флэшбекает так сильно, что мы полностью погружаемся в это воспоминание. 20 лет назад, когда он был молодым юнцом, мы погружаемся в роман «Взросление», это год его жизни, и это очень осенний роман, безусловно, поэтому если вы ищете идеальную книжку на осень, то вот, пожалуйста, это ровно она. Я прочитала в сентябре, но у нас уже листья опадают, всё такое жёлтое, погода уже такая, вообще как бы действие у нас происходит в октябре, это год его жизни, я даже не знаю, как там, как бы ничего и не происходит, и в то же время происходит. Но вводные данные таковы, что школы втроём друзья. Это Кинзуки, это Науко, и, собственно, наш главный герой, Тору Ватанаба. Ватанаба Тору, ну вообще принята фамилия, имя, у нас всё время переставляют, чтобы было имя, фамилия, неважно. В этой троице происходит трагическая гибель, когда Тору ещё был школьником, то есть Кинзуки поканчивает жизнь самоубийством, и вот мы видим, он поступил в университет, он встретил снова Науко, и понеслось. Есть сожитель в общежитии, есть просто приятель по общежитию, с которым он передвигается по тексту, занимается всякими разными вещами. Наш главный герой знакомится с ещё одной девушкой, которая здесь играет очень важную роль, во всём том, что с ним происходит. Потом он знакомится с женщиной, которая на 20 лет его старше, которая тоже очень здесь важна, нужна, и вообще невероятно потрясающая. Год, когда человек, изначально имевший довольно сложный старт, приходит к чему-то. Что с ним происходит, с чем он сталкивается, с какими людьми он сталкивается, как он это проживает, это просто студент, это просто очень роман про молодость, но это роман про молодость, который рассказывает, безусловно, взрослым мужчиной, но при этом здесь нет именно ощущения, что анализа воспоминаний или ещё чего-то. Нет, это воспоминания, но этот взрослый мужчина нам никак не комментирует из своего взрослого состояния. Ну, как бы и всё, тут вся магия, конечно, не в этом, не в сюжете. Нужно иметь, однозначно, конечно же, коннект с азиатской литературой, либо, если вы вообще не пробовали, попробуйте, вы поймёте, как бы вам понравится или не понравится. Безусловно, это лайтовая книжка, как мне кажется, у Мураками. Она очень чувствительная, горько, сентиментально печальная книга, ну, вот прям по-японски, конечно же. Это очень японский текст в плане того, как всё это показано, потому что это просто жизнь, но это жизнь, наполненная моментами. Вот он наблюдает за тем, как поднимает флаг во дворе общежития, в воскресенье, когда он устраивает постирожки, вот он ходит в едальню, там что-то кушает, вот он встречается, допустим, с другой девушкой, с которой он познакомился, они что-то едят, она готовит ему еду, вот он разговаривает с Нагасавой, с приятелем по общежитию, вот он гуляет по поляне с Науко, вот он едет там в горы. Можно взять один момент, он так написан, и не трогать остальные, например, то есть ты бесконечно можешь долго ощущать внутри именно вот то, конкретно, как он идет по этой поляне. То, что ты читаешь, с одной стороны, действительно глубоко в тебе, то есть я там и прослезилась, и я так влюбилась в главного героя, у меня совершенно не было такой связки, когда я читала первый раз, но с другой стороны, есть еще и некая вот эта отстраненность опять же, и да, главный герой, боже мой, он такой, он такой хороший, то есть он не идеальный человек, вообще нет, но он, ну здесь много на самом деле можно рассуждать, конечно же, это идеальная книга для читательских дневников, это идеальная книга для книжных клубов, потому что здесь много можно говорить о самом главном герое, почему с ним другие герои так откровенны, насколько он комфортен вообще, как герой для читателя, какие чувства ты к нему испытываешь, как сильно ты к нему привязываешься, вот я когда читала первый раз, мне вообще нравилась вся эта идея, конечно, ну я фанатела в тот момент по Японии, я была на специализации по востоковедению, мне прям вообще было, залетало только так, а сейчас я читала и думала о том, насколько же все это ужасно горько, жалко, и какой же он молодец, здесь еще финал такой, тоже идеально подходящий для книжных клубов, потому что там прямо можно вот построить разные теории, ну блин, сложно, в то же время так просто и так сложно, и все, я не могу рассказывать об этом, потому что на самом деле книга еще по мне, и блин, сложно про это разговаривать, это просто чувствование, и на самом деле я когда дочитала, закончила читать эту книгу, мне хотелось просто посидеть в тишине, у меня еще как раз шел дождь, послушать дождь, посидеть в тишине, и побыть вот в этом ощущении главного героя, героя, если можно любить персонажей японской истории, то это, конечно же, вот Норвежский лес, и вот этот чудесный Тору, это было очень-очень-очень хорошо, очень хорошо, в общем, все, с мураками я выяснила, я выяснила, что прежнему японские истории очень крутые, я выяснила, что мне хочется теперь почитать что-то японское про женщин, посмотреть, как это будет, что с мураками у меня с Харуки все еще, все восхитительное, что я буду читать его дальше, то, конечно, первая цель это 1Q84, я, мне кажется, как-то очень коряво рассказала про Норвежский лес, но просто я даже не знаю, это было слишком сильное впечатление, а сложно об этом рассказать, и я не знаю, как передать это свое ощущение, а здесь еще и я чем старше становлюсь, тем больше люблю мужскую прозу, здесь еще такая мужская прозу, и, короче, меня просто унесло, это было сильное впечатление, я на этом заканчиваю, пишите ваши впечатления поводу Легуин, читали, не читали, как вам вторая часть, ну, я на Кадалт все полностью закрыт, скандинавский, теперь ждем каких-то, может быть, новых изданий, самое главное тоже, читали, не читали, однозначно брать, однозначно читать, увидимся в следующий понедельник, обязательно приходите, мне там нужна будет ваша помощь, все, пишите ваши прекрасные комментарии, спасибо за просмотр, и увидимся в следующем выпуске, всем пока!